идем по кромке леса здесь самую последнюю очередь тает снег поэтому нет ни подснежников ничего здесь нет а здесь вообще должны быть потом пистики и на липовке должны быть пистики если нынче урожайный год то пособираем соскучились за два года в прошлом году не ели пистиков их не было и вот здесь на солнышко вышли и сразу увидели стайку ветрениц вот они ухты на солнце жара какая не знаешь как одеваться тут уже особо то вот здесь все видите белые белые эти начинают только еще ковром только только их трава вылезает вот потом будет весь этот лес снежников ветреницах мухи комары проснулись смотрите какие зеленый насыщенный прям цвет зелененький а это уже елка да помогает от все пихты их ты пушистые вот это то его куша назначена это тоже пихты да вот они начали дохнуть хоть маленькие уже дохнут вот здесь должны быть пистоны потом о здесь какие ветреницы снежники вот там желтые цветочки смотрите эти частях что ли частях и вот еще они же и тут же борщевик вылезает старое гнездо а может быть и новое старенькая хорошенькая это шиповник там все надо осторожно у колючей наша старая просека редко мы теперь здесь ходим сегодня вот решили пройти надеюсь мы речку сможем там пройти внизу не это просека нравится не это просеканная почему потому что простор такой и вот так же можно идти вот дальше все по этой просеке она еще идет до липовой горы и на нее тоже можно залезть и смотреть вот они какие цветочки так встаем мама говорит там гусиный лук цветет ну-ка тут солнечно а да ой как тут много его товарищи вот насчет гусиного лука смотрите вот он гусиный лук он принадлежит к лилейным к лилейным принадлежит лилия видите только съедобная лилия внизу бульбочка луковичка луковичное растение вот так да не смогла опять с луковкой ну ладно когда вот не надо луковицы и выдираются когда хочешь показать луковку этот весь букет он съедобный вот это тоже видите его трава чтобы так зацвести гусиному луку нужно очень много лет не не такое уж очень простое растение вот для сах я его рву это в салат просто или берешь и ешь это все гусиный лук посмотри его как тут травы то его травы много гусина луковой травы можно букет поставить а можно его съесть вот это все здесь поле гусиного лука полно но это скоротечное время это тоже не цветет но это тоже гусиный лук придешь потом его уже все не будет вот такое вот весеннее лакомство еще даже раньше крапивы о гусиный лук маленькие лилии весенние вышли радовать нас видите он не горький он такой пресный поэтому к нему желательно еще зеленого лука добавить такие вот чудеса растут у нас под ногами если нам повезло и мы попали в лес в поля как раз в этот период и мы можем нарвать это дело это тоже все он целый пучок о чем тут все гусиный лук его любят гуси поэтому он так и называется в общем немножко нарвем порежем дома его носить зеленый лук и укроп как раз вот еще тут видите пользы от него гораздо больше чем от покупного так это вот все настоящее природное ничего искусственного здесь польза неимоверная еще сюда можно вы думе ци добавить весна торжество природы утро природы утро года сейчас мы сюда еще пару медуничек сорвем о красота красота тоже гусиный лук там речка впереди надеюсь мы сможем пройти и кругом цыплята сейчас будет сначала цыплята потом другое что-то зацветет потом через муха потом сирень усилий не здесь нет последними цветет рябина и потом калина уже в середине июня 15-20 числа последняя калина зацветет вот такой вот я нарвала букетик гусиного лука и медуницы можно еще одну медуничку сюда можно еще смыть и добавить и получится лесной весенний салат посмотрите какие заросли гусиного лука здесь вот здесь вот он вот 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 гусиный лук вон и так вот везде вот здесь идем по этой просеке везде гусиный лук нынче он решил оторваться за прошлый год так что в прошлом году ничего не было дикоросов то почти сразу засуха наступила все не щавели ничего не было тут сколько медуницы вылезла а будет еще больше это первое вот мы все спускаемся спускаемся по этой просеке она зарастает и бушками и какая пихта красивая молод молоденькая а здесь вот такие култышки выпускает дерево и даже здесь начинают уже листики пробиваться все это мгновенно просто пройдет надо ловить моменты чтобы потом не не жалко было что ой весна прошла мы ничего не видели лето прошло мы у нас лето короткое такое короткое зима это просто невыносимая вещь а вы бы почувствовали аромат вы бы обалдели просто такой аромат ветер дунет и прямо подснежниками ветреницами весенними а бывают у нас еще другие ветреницы на кунгурской горе они растут какой же будет этот сезон кто знает что нам удастся ухты сейчас бы нам вот речку то пройти квадроциклы и и всю расфигачили я вот боялась сейчас она будет речка то прям такие пушистенькие а сорву сейчас вы увидите что там за так они на той стороне на на перечисляла речку если чего уйдем там в лесу перелезем если здесь не сможем тут хорошая плита была вот так нормально да внутри они вообще все расфигачили пешком не перейдешь давай вот по этому бревну и вон туда туда вот так плита то куда делась они ее туда видимо а это все бабочки что ли какие-то маленькие у миллионы бабочек черненькие видишь тут провалишься ногой встанешь уйдешь туда я считаю вот здесь надо по бревну вот так вот и вон на тот берег ты хочешь на эту палочку тут ну-ка ты давни тут провалишься наверно нет крепко на деревяшку о мама опять у нас молодец первопроходец а я с одной это перейду всякой все нормально а то я на тебя вовсе нормально перелезли вот тут все мелкие кита бабочки мы тут пили эту воду раньше тоже нормально перелезли вот она речка вся изломана видите какая она туда в лес идет вот они выгоняют а была вот здесь он плита папе не перелезали раньше ну ладно бывало и хуже друзья мои одна наша зрительница позавчера мне напомнила говорит а что эти вот волчьягодник точно надо пойти проверить волчьягодник вот мы ради чего прыгали то то что он только здесь есть вот он цветет прекрасный волчьягодник дафна этот куст такой заросли и здесь вот он эти в самом мы пришли в самый пик цветения вот он вот вот он волчьягодник вот такое интересное растение весенние ядовито я ядовито у него все кора листья цветы плоды такое интересное растение и здесь их вот много там дальше есть мы сюда редко приходим как раз только весной то и приходим потом что некогда все время бывает птица поет волчьягодник либо дафна ну вот я его пофотографировала еще раз вам засниму на прощание так сказать мы его еще целый год не увидим если повезет тут через год увидим вот он конечно если прийти сюда еще то можно его поснимать он только начинает пока медуница цветет он тоже волчьягодник хотелось мне его попроведать и идем дальше его там разлив какой классно да такое вот растение оп-хоп и всегда разлив такой из-за речки в кусты и много таких всяких красивых интересных растений вон видите море какой здесь все машины вот эти квадроциклы вас фигачили жарище невозможное на солнце на 25 наверное так ну и вот уходим из просеки а представьте через пару дней листочки появятся и все будет красота ну тут мусор развозили всякий видите чё делают баката но это еще эти как сказать убивали маршевики но мы идем по дороге вот вышли на дорогу мы тут гнездо вот идем вдоль дороги ничего не снимаю так беседуем просто вдвоем идем и вон там гнездо и дрозды вокруг мы идем так уже чё-то не снимаем просто хорошо нам так идем вот сюда я хотел завернуть это гусино-луковое место это все его трава вот это вот эта мелкая травка это тоже все гусиный лук тоже гусиный лук и сныть кстати еще сныть и можно сейчас уже таких мест не будет особо поэтому здесь немножко порву но здесь попозже снег сошел поэтому она мелкая а будет потом крупная тоже вот желтые цветы уже начинают распускаться так вот сныть сорвала такой терпкий запах здесь только-только он начал вылезать позже и хорошо что он не везде в одно время пророс сквозь старые листья прикольно так у нас период и перекур на бревне мама устала там сидит у меня я тут хожу и вы знаете здесь столько я просто покажу вам этот лук вы обалдеете сколько его здесь все его туда все дальше дальше все луки 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 вот еще букетик нарвала все посидели пень сломался он был трехлявый и пойдем на остановку ну что на этом будем закругляться сегодня у нас будет и суп крапивный и салат из дикоросов всем спасибо за внимание надеюсь мы еще походим по ходике что ты наш не последний поход всем спасибо за внимание всем пока и и и